Без детского сада в хуторе Ажинов выросло уже практически целое поколение. Светлана Парфенова бабушка трех внуков. Двое из них уже выросли и открытие садика дождалась только ее младшая внучка. Довольны, что садик наконец-то у нас открылся. А так, ну что, малышня вся дома сидела. После ремонта здесь все новое. Мебель, оборудование, есть спортивные и актовые залы, а также комнаты отдыха. Это стол для воспитателей, они читают их сказки в то время, когда они засыпают. Капитальный ремонт сделан всего за полгода. Еще немного времени понадобилось на обустройство. Средств из федерального, областного и местного бюджетов хватило на все необходимое. Мы действительно очень долго ждали. Около 15 лет наши родители не имели возможности нормально пойти на работу, оставить ребенка. Это была большая проблема. Сейчас эта проблема решена. В прошлом году в нашей области открыли более 9 тысяч дошкольных мест. В этом ожидается не менее 7 тысяч. Проблему очередности должны полностью решить в 2015 году. Для решения этой задачи делается все, абсолютно все, губернаторам, правительствам, муниципалитетами. Вот открытие сегодня детского сада в хуторе Ажинов на 40 мест после реконструкции – яркий тому пример. И скоро таких примеров в районе станет еще больше. Начали строительство нового детского сада в Багайском сельском поселении на 220 мест. И запланировано приобретение здания на 80 мест в хуторе Ёлкин. Елена Баранникова, Алексей Ануфриев. Главное новости.